Друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 30 сентября. Спрашивается, что происходит на фронтах и главное под Запорожьем, то есть на самом важном для украинцев направлении, направлении их контрнаступления, которое они ведут с начала июня. Там явный прогресс. И о территориальном прогрессе вы все знаете. Украинцы за эти несколько месяцев взяли работе, ну а точнее территорию этого села, которое, конечно же, полностью опустошено. Подошли к Новопрокопьевке и к Вербовому и, кажется, даже вытеснили россиян с запада села Вербово. То есть фактически россияне сейчас не контролируют запад Вербово, а они сейчас фактически контролируют только юг вот этого населенного пункта. Кто-то скажет, слишком медленно, и кто-то скажет, что, получается, российские военкоры были правы, когда сказали, что теперь каждое село на пути Токмаку станет вот тем самым работено. Ну так ли это? И что вообще реально происходит? А происходит на самом деле то, что вооруженные силы Украины перемалывают живую силу и военную технику противника. С точки зрения вот именно территориальных каких-то движений, кажется, что и правда все встало. Но вы посмотрите на сводки Орикса. Группа Орикс, которая ведет подсчет потерь сторон на основе фото и видеоподтверждений в интернете. И вы увидите, что обе стороны теряют огромное количество техники, но при этом, как всегда, россияне теряют ее примерно в два-два с половиной раза быстрее, то есть больше. И вот последняя сводка у вас перед глазами. Ну и между прочим, есть сводка не только по общим потерям на всех фронтах, но есть и по потерям на запорожском направлении. За последнюю неделю, вот как раз под Запорожьем, там где ВСУ идут в контрнаступление, они потерялись столько же, сколько Россия. То есть 22 единицы. Обратите внимание, что постепенно стороны приближаются к цифре в полтысячи потерь единиц военной техники, но при этом уже сейчас россияне опережают в потерях украинцев. Хотя изначально они напротив отставали в потерях. То есть изначально, как мы знаем, украинцы потеряли немало вот той самой брони. Ну, понятно, почему? Потому что просто не знали, какова плотность вот этих самых минных полей, вообще обороны Россия. Но сейчас ситуация поменялась. Вы скажете, ну вот же они теряют сейчас в неделю одинаковое количество единиц военной техники. Ну, во-первых, не каждую неделю, например, в одну из недавних прошлых недель украинцы потеряли значительно меньше единиц военной техники, чем враг. Сейчас столько же. Но на самом деле мы должны помнить, что враг контролирует небо. То есть сейчас пока что именно российская авиация доминирует в украинском небе под тем же Запорожьем. С точки зрения ПВО, опять же, у врага их больше, если мы говорим именно о фронтовых ПВО. Ну, и самое главное, что на стороне врага, та оборона, которую он выстраивал много-много-много месяцев. Даже после частичного прорыва вот этой вот обороны, эта оборона все еще, естественно, имеет очень большой потенциал. Кроме того, конечно же, опять же, россияне не стоят на месте. Что они сделали в последний месяц? Ну, во-первых, когда они увидели, что украинцы пошли на прорыв и вот заняли уже работины, срочно российское командование начало перебрасывать резервы с других направлений, таких как северо-восток и восток, на этот самый юг, то есть под Запорожье. В результате, по данным экс-командира Айдара, получается, что численность личного состава врага под Запорожьем, то есть, в частности, в Вербовом и Новопрокопевке, увеличилась четыре раза по сравнению с тем, что было там еще недавно, до того, как украинцы прорвали вот эту линию обороны. Ну, и это уже о многом говорит. Это значит, что враг стачивает свои лучшие резервы, потому что это именно лучшие боеспособные части, изначально предназначенные для наступления, вот, например, на том же Лиманском направлении. Сейчас они все сидят именно под Запорожьем. Сейчас их уничтожают, ведь понятно, что если уничтожают военную технику, как правило, ну, примерно, скажем так, да, тенденция, пропорция вся, это еще и уничтожение личного состава противника. И, соответственно, что мы имеем? А мы имеем постепенное перемалывание врага. То есть, важно ведь не то, сколько сейчас, вот, прямо сейчас, вот, в эту самую минуту украинцы возьмут территорию. На самом деле территории уже на данный момент не так важны. Важно, а, собственно, сколько у России будет военнослужащих, способных вообще хоть где-то наступать. Потому что до тех пор, пока у России, в принципе, есть эти самые военнослужащие, то, где бы они ни находились, они будут представлять собой угрозу для Украины. Ну, допустим, вот представим себе, что сейчас российская армия, например, побежала с этого самого, вот, Запорожья. Вот, прям, просто освободила бы всю эту территорию, вплоть до, скажем, Азовского моря. Ну, и, например, она, эта вот вся саранча, была бы переброшена куда-нибудь на восток или с северо-восток. Проще стало бы украинцам. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ведь с этим совсем все равно нужно было бы что-то делать под тем же, например, Донецком или под тем же Купинском. Все это двинулось бы туда. И там бы они, например, попробовали бы сейчас осуществить территориальный захват. И именно поэтому так важно сосредоточиться на уничтожении живой силы и военно-техники России. Потому что каждый раз, когда россияне бежали, бежали сначала из Харьковской области, потом из Херсонской области, в частности, из самого Херсона, выяснялось, что эта саранча, не будучи уничтожена, сохраняет свою боевую мощь и, соответственно, сохраняет свой потенциал для продолжения террора. Вообще, нужно понимать, что закончить эту войну невозможно без каких-то действительно радикальных шагов. Потому что даже когда вся эта саранча будет изнано с украинской земли, понятно, что Россия продолжит терроризировать Украину. Продолжит ее обстреливать ракетами, продолжит обстреливать ее обычными артиллерийскими снарядами, продолжит ее обстреливать всеми этими зенитными С-300 и Искандерами и так далее. С этим, в общем, надо будет что-то радикально именно делать. А что нужно делать? Так вот, нужно в первую очередь сделать так, чтобы у России осталось как можно меньше, собственно, войск, как можно меньше военной техники, чтобы после того, как все это будет изгнано с украинской земли, украинцы вышли бы на свои границы 1991 года, чтобы после этого у России было как можно меньше таких орудий и таких войск, которые могли бы угрожать другим направлениям, ну и просто обстреливать приграниченную украинскую территорию. И, конечно, мы сейчас оставляем за скобками сложный вопрос о том, как украинцы будут затем, когда выйдут границы 1991, защищать эти самые свои границы. То есть, будут ли они идти, например, в наступление уже на российской земле, чтобы оттеснить еще серьезнее вот эту вот российскую ракетную и ствольную артиллерию? Что будут делать украинцы в течение ближайшего года с теми военно-промышленными заводами в России, которые выпускают вот те самые ракеты, которыми сейчас обстреливают Украину? Украина готовится ко всем этим моментам. Она производит сейчас уже собственные ракеты. Пока что, может быть, не в какой-то крупной серии, но она это делает. И эти ракеты однажды полетят, безусловно, по военно-промышленным заводам России, по различным научно-исследовательским институтам. Это понятно. Не зря, в частности, прямо сейчас, одна за другой, какие-то зарубежные страны обещают открыть с Украиной совместное производство, может быть, на украинской земле, может быть, за пределами, чтобы на всех этих вооружениях, пусть при участии западосозданных, будет написано «Made in Ukraine». И вот на этих танках «Made in Ukraine» украинцы смогут уже заходить на российскую территорию для того, чтобы, ну, в частности, оттеснять российские войска уже оттуда, на их территориях. И при этом Россия не сможет предъявить ничего Западу, потому что на танках, на БТРах, на ракетах, которые пойдут на российскую землю с украинской стороны, будет написано еще раз «Сделано в Украине». Это все общие рассуждения, но это все для понимания, почему сейчас важно не количество, скажем, освобожденных каких-то квадратных километров под тем же Запорожьем или где бы то ни было еще. Квадратные километры уже значения особо не имеют. Имеет значение, собственно, количество живой силы сторон. Потому что эти самые квадратные километры, ну, если откровенно говорить, они уже, в общем, мертвые, там никто не живет, там нечего выращивать, там все заминировано, разминирование займет не то что годы, даже не десятилетия, столетия, чтобы полностью разминировать всю украинскую землю. Так что тут уже не до полей и не до сел, в которых никто давно не живет. Сейчас уже речь идет именно о том, чтобы просто физически истощить, истребить противника. Вот это вот все очень хорошо нужно понимать. Поэтому, когда какие-то военные эксперты выходят и говорят, как бы объективно, ну, вот как я видел в «Медузе», что мол, ну вот смотрите, сейчас украинцы опять встали, не могут идти дальше, я всегда всем напоминаю. Друзья, не смотрите на территории, смотрите всегда на количество уничтожаемой военной техники противника, военной техники России. Как сказал, опять же, экс-командир Айдар выиграет эту войну тот, у кого будет больше резервов, проиграет тот, у кого резервы быстрее закончатся. Ну, а насчет территории, я рекомендую посмотреть кадры, где украинский солдат показывает зубы дракона. Это вот как раз под Запорожьем. То есть его подразделение прошло за зубы дракона. Понятное дело, что прошло пехотой, потому что у украинцев следующая тактика там. Они не бросают вперед бронетехнику, они на бронетехнике доставляют пехоту, быстро разворачивается эта бронетехника, возвращается назад, ну, а пехота уже идет и занимает территорию, и вот пытаясь выбить постепенно вот такими вот хирургическими путями врага, достигает успеха, закрепляется, просит поддержки у танков. Танки в этой войне выполняют роль что-то типа снайперов, то есть, например, просят уничтожить какое-нибудь пулеметное гнездо, этот танк уничтожает, ну и так далее. Вот так, мал по малу, по 100, по 200 метров в день от одной точки к другой украинцы и продвигаются. И только когда они закрепляются уже пехотой на той или иной территории, да, они могут уже бронетехнику завести. И то не всегда, потому что вот в этом вот, собственно говоря, режиме вот на этом участке в таких условиях долго украинская бронетехника не простоит. Поэтому, собственно, тут пехотой даже проще наступать, потому что ее проще скрыть. Ну и нужно помнить, опять же, что без доминирования в воздухе украинцы не смогут совершить никаких радикальных действий. Именно поэтому сейчас вся ставка делается на несколько важных моментов. На приход западной авиации в руки ВСУ, и это произойдет в ближайшие полгода, на стороне ВСУ наконец заработают F-16 и, вероятно, шведские гриппены. Ну и второй важный момент, это ракеты ATKOMS. Они уже, видимо, зайдут в ближайшие дни, или уже есть в Украине, они заработают. Говорят, что они могут серьезно поменять, собственно, лицо этой войны в пользу вооруженных сил Украины. Даже если это будут ВСУ с дальностью на 140 километров кассетного типа. Это, конечно, не так классно, как С, скажем, с дальностью на, скажем, вот эти вот 300 километров. Ну, что ж, поделаешь, что дают, то надо брать. Но, опять же, зависит от количества этих ракет. Но мы уже обсуждали, что могут сделать эти ракеты. Они будут, например, очень эффективно уничтожать скопление живой силы, военной техники, аэродромы, если таковые, попадут в их радиус. А, между прочим, что уж там говорить, попадут, потому что есть те же вертолетные базы. Тот же Бердянск, но также это и, ну, скажем так, эти вот различные базы нефти. То есть, вот эти вот большие бочки с многими тоннами горючего, вот они тоже все могут попасть под удар. Одна ракета, разлетается шнуропнель на сотни и сотни метров, поражаются сразу все 10, 12, 15 вот этих вот цистерн с топливом. И это, конечно, очень серьезно повредит российской военной логистике, потому что российская военная машина, как и любая другая, не может работать без топлива. А топливо, логистика, резервы – это все то, что всегда составляло очень слабое место для россиян. Ну что ж, друзья, посмотрим, как все будет двигаться дальше. Ну, прямо сейчас мы видим, что обеим сторонам тяжело, но россияне теряют больше военной техники. Украинцы все-таки получают от Запада поддержку. Эта поддержка стабильна. Запад понимает, что война будет долгой. Готовится увеличить производство снарядов. И, кажется, начинает готовиться увеличивать уже и производство военной техники. Мы видим, что, по данным украинских властей, сейчас уже около 40 стран присоединились к инициативе по совместному производству различных видов вооружений с Украиной. Это очень серьезная заявка. Я уже говорил, почему. Потому что будет написано «Made in Ukraine», и Украина сможет обстреливать этим оружием российскую территорию. Происходит прогресс в ментальности среди западных политиков. Вот, например, сейчас председатель военного комитета в Бундестаге заявила, что украинцы вправе, на самом деле, были бы применить немецкую ракету «Таурус» по российской земле с точки зрения международного права, потому что она бы защищалась от агрессии. Ну и заодно она подвинула, что ли, Шольца, или толкнула его в попытке разбудить, говоря, что недопустимо задерживать, что Шольц должен, наконец, отдать «Таурус» Украине. Сейчас только Шольц. Канцлер Германии Ов Шольц является единственным препятствием для того, чтобы немецкие ракеты пошли в украинские войска. И причину, почему он задерживает, уже СМИ говорили о ней. То есть, точнее, это две причины. Первая, это потому, что немецким техникам придется оказаться на украинской земле, чтобы работать с этой ракетой. Вторая причина, это то, что все-таки Германия опасается, что Россия воспримет ракеты «Таурус» как прямой конфликт уже между Германией и Россией. Ну, второй момент довольно смешон, потому что Германия поставила уже немало разных вооружений, которые напрямую бьют россиян. Так что «Таурус», который, говорят, очень серьезно будет мешать российским МПВО, которые практически бессмысленны против такой ракеты, это просто, ну, скажем так, увеличение, скорее, количества, но не качества вот той военной помощи, которую Германия оказывает Украине. Ну, что ж, понятно, что многолетняя, я бы даже сказал, многодесятилетняя вот эта вот, не знаю, как это назвать, комплекс, что ли, какой-то немецкий перед русскими, его, конечно, очень трудно преодолеть. Но мы видим, что постепенно все-таки преодоление идет, все-таки постепенно западные политики выходят из детских штанишек, детство сменяется юностью, но, впрочем, к сожалению, пока что еще не сняли никак они памперсы, памперсы, которые долгое время не меняли и которые давно уже мокрые. В отличие от украинцев, которые, пожалуй, демонстрируют единственной в мире истинную зрелость, по крайней мере, в вопросе, как нужно бороться с Россией. С Россией, с нынешней Россией можно бороться только силой оружия. Жестко, бескомпромиссно бить, 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 еще раз бить и по российским оккупантам на украинской земле, и по российским военным инфраструктурным объектам на территории самой России, что, собственно, украинцы уже начали делать. Спасибо вам за этот просмотр. Я напоминаю, мы ведем сейчас восьмой по счету сбор на новую серию дронов Дора и Вака для сил специальных операций Украины. Если вы хотите поддержать это спецподразделение, вы можете сделать это, переведя средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковские счеты, европейская банковская карта. Через эти же ресурсы можно поддержать и наш проект, если вам нравится то, что мы делаем. Не забудьте также и про Patreon, он тоже неплохая площадка для поддержки нашего издания. Спасибо всем за помощь, за помощь украинским военным в первую очередь, потому что ваша поддержка спасает жизни. До скорого!